Виктория, это эфирное пространство? Да. Что ты видишь? Я вижу, кто-то вот так сделал, перебрасывал такой черный комок, шар, и бросил. Ладно, Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да. Значит, три. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Артёма. Артём. Один, два, три. Угу. Интересно. Я вижу, что я пишу такие записки, поднимаюсь вот так вверх, слышу, что распоряжение уйти с моего пространства. вот к этой фигуре, которая бросала этот шар. Комки. появилась такая змея, которая вот рот открыт, с зубом таким, и уцепилась в, я слышу, в бороду колдуна. И вижу, там такой небольшой колдун, какой-то как будто бы приплюснутый вот так. В чёрном плаще вот считывается. Но почему-то Илья монастырский, но этот. Ну как, да, в прошлом сеансе. Так. Виктория, он в твоём пространстве находится? Нет, он находится в каком-то отмежу, я слышу, отмежован. За какой-то межой. Межа? Мега граница. Он находится между пространствами, между моим и... Вот кто-то тут есть. Вот вижу, Артём. У него пространство. Оно выглядит... Ну как шар такой. Это его пространство. Считывается как бытие. Как бытие. И... Интересно. Так. А что вот этот Илья? Чем там перебрасывает? Что это он делает? Он говорит, он берёт, вот как будто бы из такого... Какого-то... Внизу у него под ногами. Оно такое, как какая-то лужа. Но там такое... Ну прямо я слышу, это считывается. Он говорит, что грязь его ужасает. Оно такое чёрное и что-то там красное поплёскивает, как глаза какие-то в этих энергиях. И металлические шары. Я слышу матрица разрушения, когда я смотрелась внутрь этой грязи. Так, сейчас слышу что-то. Слышу дефективная плоть. И идут такие потоки энергии прямо в сектор будущего. А вот это пространство, которое считывается как... Как бытие. Угу. Это пространство к Артёму относится? Там вот так оно... Всё вот так намешано. Так вот всё намешано. Да, это его пространство. Да, это его пространство. Угу. О, сейчас считались, я слышу, помощники. Вот этот чёрный комок грязи. Считывается помощник. Угу. Помощник разрушения... Разрушения зла. Квантовый помощник. Угу. Угу. Вот так считывается. Вот аквантовый помощник, потом квантовая грязь. Так, хорошо. Давай тогда... Ты видишь эфирное тело Артёма? Сейчас я его позову с его бытием. Угу. То есть его бытие, это всё его пространство. Это пространство его... Сейчас я посмотрю. Угу. Угу. Это как пространство его души, взаимосвязи. Там всё есть. Угу. 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 Усситывается дальнее. Вот где я смотрю, это дальнее его пространство, дальнее. А внутри находится он. Он. Усситывается субъекта личности. И он выглядит как будто не живой, а какой-то как электронный. Как будто бы вырезанный из бумажки, такой как металлический. Как будто серебряный. И так вот как-то поворачивается. Угу. И в руке у этого какого-то колдуна, который находится в секторе магии, как будто бы такая мясорубка. И он вот так вот ею крутит. Угу. Угу. Усситывается программа. Вот эта мясорубка. Предательство матери. Ну, все блокировки детям делает мама. Угу. Хорошо, Викторин. Давай считаем его эфирный ДНК. Артём Лейта. Он вот так показывает. Ты что, дурной? Ты что, не видишь, что это я? Я говорю, что ты видишь. Просто хочешь убедиться. Угу. И он как будто бы вот так снимает, как будто бы на нем такой плащ, как мешок. И как будто бы он в мешке в каком-то находится. И в руках эти концы мешка, а мешок такой, как искусственный считывается интеллект, искусственный интеллект. Угу. И там такие как, как будто бы в этом мешке такие разноцветные шарики. И они так тарахтят друг от друга. Звуки такие издают. Угу. Я слышу насильственные посыл. Угу. А, кодировка. Какая-то кодировка. Угу. Хорошо, Виктория, давай эфирная динка считай, он ли это. Убедимся, что это он. Вот он из центра души. Вот эта программа, она как заменяет ему центр души. Она как будто бы его вытеснила. Там сильное давление, вот такое прямо внутрь идет. А он как будто бы его выдавило. А, вот это и этот диагноз. Да, вот это биполярное. Да, то есть вот это чужеродная программа, его вот так выдавило. И он так смотрит, как капля, которую вот так выдавили. И он так смотрит. Сейчас я вижу, я чувствую, что это он. Отдаленное присутствие. Хорошо, Виктория, давай спросим у Артема, разрешает ли он потрудиться с ними для него. Сейчас такая черная энергия, сейчас, одну секундочку, из сектора магии, как будто бы вот так взяла, и как сигарету, он как будто бы стоял и курил. Эта черная рука, как будто бы ему эта рука черная вставляет в рот, вот из сектора магии. Сейчас его, я передаю пожелания его мамы, а я слышу отпустить его, освободить от этих программ. А он вот так руки вот сложил и смотрит на то, это как копия, дубликат программы, вот не сама Людмила в секторе магии, а вот какой-то как трафарет такой. И с обратной стороны, то есть ее какой-то как силуэт, как медалька такая, там она, ее энергия считывается, вот так сияющая, сияет ее там лицо, все она там живая, как будто бы что-то делает, ходит. А с этой стороны, черная сторона, и вот этот колдун в этом плаще, который вот так шевелится, как будто бы там что-то так пишет, скребет этот дух. Я так понимаю, это он так воспринимает Людмилу через этот трафарет? Нет, это не он, да, 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 это вот идет воздействие, магическое воздействие, и вот этот трафарет, это, сейчас я считаю, что это, я слышу, усиление программ, материнских блоков, вот оно так и считывается. То есть это некий, как компьютер, скажем так, образно, да, который, он как усиливается, и когда я присматриваюсь, то я вижу, что он похож на такую мембрану, которая вот так, знаешь, выдает такие звуки, бум-бум, вот, то есть сильно активный сектор магии. И вот это, в нем вот так вот это, точно так, как вчера в сеансе было, вот такой как батут, выглядит как будто бы такой чулок, да, такой как шланг эластичный, который вот у него вот насыпали, таких разноцветных каких-то искусственных штук, и вот так вот двигают, и это вот так балансирует в его пространстве. Сейчас я спрашиваю, видит ли он, и спрашиваю, что у него происходит. А руки из сектора интерферентов, черные, вот так выпрыгивают и закрывают будущее. Я приказываю всем интерферентам ослабить влияние. Передаю информацию, вот эти бумажечки, аспекты Людмилы, ее волю. Демонстрирую ее волю. И тут я его голос слышу, вот он появился. Он появился за всем этим ужасом. Он как будто бы спит и лежит, и говорит, мама, я сплю. Он как будто бы улетает куда-то. Я ему передаю, что его мама пришла, чтобы его спасти. Я ему говорю, что мама все исправит, что мама его очень любит, и все исправит. Пусть он ей разрешит. А он говорит, она меня бросила. Я ему показываю, что бы было, если бы она его не бросила. Ого. Я говорю, что мама для него выбрала лучшую жизнь и лучший вариант. Я ему показываю всю ту ситуацию, которая один из вариантов развития. И спрашиваю, дает ли он разрешение поработать с ним и для него. И он вот так, я вижу, что он как будто бы в капсуле, и кого-то спрашивает. Я спрашиваю, кого он спрашивает разрешение. А он говорит, гипнотизер. Я вижу, в его пространстве находится гипнотизер. Он его кодирует. Сейчас я посмотрю, кто это. Это какой-то доктор. У него такая штука. Наверное, для того, это такой образ идет. Такая штука. Ага, круглая. Отражатель. Отражатель, да. И он так присматривается. И его укладывает. Он его укладывает. Доктор считывается как доктор. Так, то ли Пауль. Спросил Артема. А почему он спрашивает? Нет. Почему он подчиняется? Он говорит, потому что он меня загипнотизировал. И вот так раз показал на печень. Я ему передаю, что мы пришли ему помочь. И если он даст разрешение с нами поработать, то мы ему поможем. И я ему говорю, показываю на его будущее. И как эти руки, которые черные, закрывали это будущее, как они рассыпаются. Я ему показываю, как от его души идет такой лучик к этому будущему. Это связь с первотворцом. И он встает. Знаешь, как человек встает с кровати, когда просыпается. И говорит, мама, я просыпаюсь. Я говорю, молодец. Просыпайся. И он как маленький ребеночек. А потом раз и переходит в эту сферу будущего. Я его спросила, дает ли он разрешение поработать с ним и для него. И он так вот сказал, даю вот оттуда, из сектора будущего. То есть он туда, это как соединился и с своим высшим я. Хорошо. Теперь я вижу, что теперь он стоит, двигается. А в сердечной чакре у него как черная птица. Как будто бы летела и клювом вот так клюнула и застряла. Вот движется такими крыльями. Хорошо. Хорошо. Вот этот доктор, который там его укладывал, гипнозирует, приказывает ему, доктору, отвечать, что он делает в пространстве Артема. Он говорит, я вкладываю ему будущее. И вот это, он как будто бы взял какую-то руку, типа Артема, но это как программы Артема. И повкладывал туда такие черные шары. Так, что это за шары он вкладывал? Что это за энергия? Приказываю, он отвечает, что он вкладывает. Он говорит, мое видение, этот доктор. И выкладывает, как будто бы из себя вытаскивает такие глаза, вот эти, внутри этих шариков. И вот так ему в руку вкладывает. А потом вот так заворачивает Артему руку. И вот так как-то двигает его рукой. И вот так она в сектор контрактов. Она уходит вот это все вот так рука назад. и волна пошла в сектор интерферентов. И там как будто кто-то это съел. Оно вот так как-то шух. Сейчас я посмотрю. Контракт доверия. Контракт доверия. А я слышу чужеродному Эгрегору. То есть этот гипнотизер, Пауль, он часть Эгрегора Черного. Вот оно что. Вот это он был, я видела, как сознание Артема, как выдавлено было, как капля такая. А тоненьким концом вот уходит в сектор магии. А вот этот Пауль наоборот. Вот его этот Эгрегор, как эта капля, только этой тоненькой частью, вверх, он как бы вырастает, как хвост, типа этой капли вырастает этот дух. И он есть частью этого Эгрегора. А этот Эгрегор, я слышу, внушение, гипноз. Разрушение личности. Слышу, оттолкнуть личность от себя. То есть это как... Вот это трафарет, этот искусственный интеллект. То есть эти программы по задумке этого врача, этот человечек серебряный, он как бы вытеснил божественную... я слышу, вытеснил божественную функцию души. Теперь понятно, почему Милтон Эриксон отказался от гипноза и разработал свою безопасную технику, которой мы пользуемся. Вот какие ужасы. Так, хорошо. Вот этот доктор, он нарушает коны первотворца, коны экологичности. По конам первотворца он обязан понести карму за вторжение в чужое пространство. То есть Артём приказывает этому доктору выбирать все его воздействия. Ну, я его спрашиваю тоже, чтобы мы не были нарушителем экологичности. Я его спрашиваю, видит ли он, что происходит, и хочет ли он проснуться. Я буквально отряхнула. Я слышу пепел зла. Вот это почему-то пепел идет. Он говорит, мама, я готов. То есть у него потеря личного мнения. Говорит, мама, я готов. Я вижу, что в этот момент проявилось такой, как пузырь стеклянный, считывается опека. Я его похвалила. Говорю, что на данный момент он молодец, все хорошо. Я передаю, что он может отказаться. А на что этот Пауль притянулся? На какой блок? Что он может отказаться принимать этот гипноз, проявить его волю и забрать сейчас его волю, эту выдавленную энергию, подавленную. Он плачет, он сильно плачет. Он говорит, показывает мне, что он хотел. Вот у него как инструменты вот такие всякие, как будто бы внутренности самолета. Как будто бы я внутри самолета, и там эти все штуки, провода разные, и там вот это все. И он говорил, что он это хотел. А этот Пауль, он говорит, навязала ему свое, его мнение. Я передаю, что по конам... Ого! И он снимает себя такую, как скафандр черный. Я передаю, чтобы он отказался. И он вот так сделал. Этот Пауль, как положил ему такие шары в руку. А сейчас я вижу, как Артем раз, руку вот так вверх. То есть закрыл. Я вижу, он берет и вот эти шарики вот этому гипнотизеру в лицо. В рот, в глаза, обратно. И вот струшивает эту руку. И такие паутины красные. Агрессия. Считывается энергия агрессии, как какая-то паутина, которая вот к множеству... Вот эти я посмотрела, что это такое. А они такие, как ниточки, а на конце такие, как прилепочки такие. Квадратики. Как будто бы считывающие, знаешь, как прикладывают... В сканер. Да. Вот. К многим местам. Я передаю Артему, что он, если хочет, он подтверждает, что он хочет. Пусть он отказывается этому гипнотизеру, вмешиваться в его личное пространство. И он говорит, он удалил мою волю. И показывает, как этот колдун взял и вот так отрезал. Он говорит, что он позволил мне упасть. И он как будто бы этот колдун вот так отрезал. Ну, гипнотизер этот, Пауль, он считывается. И образовался, как безжизненный слепок, энергетический, в секторе интерферентов. Как зеркало. И это зеркало, вот эти интерференты держат и отбрасывают тень на будущее. А когда я туда посмотрела, они испугались и побежали. А я смотрю и говорю Артему, что, видишь, они боятся нас, тебя, меня, потому что мы живые, а они бессмысленные. они не живые, их не существует, они не реальность. Я вижу, как он, как это его энергия вот так как будто бы высасывается с этого черного пространства. Я передаю Артему, чтобы он вот это все болото отдал этот игре. Вот оно что. Вот этот Илья, он тоже гипнотизер. Вот почему они вдвоем. Этот Илья прицепился на этого гипнотизер. Это инициация, этот гипнотизер. Так, я спрашиваю, что потерял Артем в результате этого. Ну, постоянно вот это идет. Воля к будущему. Сознание. разума. И он показывает, как это ворона черная. Ну, как будто такой какой-то птица. Ну, мужского рода птиц. он как будто бы застрял клювом, как орел, или даже не орел, а стервятник. Он так уцепился. Я смотрю на него и спрашиваю, Артем, а видит ли он. А он кричит, мама, закрой окна, мама, закрой окна. Так. я передаю Артему в тот момент, что это внутри его сознания происходит, и он, хозяин его сознания, пусть он найдет свою живую искру жизни, его душу, которая нераздельна с первотворцом, с нашим живым пространством, и с его бытием. И в этот момент какая-то стеклянная птица отлетела от него. Я передаю. И он так весь дружит. И говорит, мама, мама, я нашел, я нашел ее. Я уволю искру. Божественную душу. И вот ее вытаскивает изнутри. Вот изнутри себя. А там такой поток, который уходит в сектор интерферентов. Я приказываю интерферентам всем убрать все воздействия от Артема. И какое-то имя звучит Тарас почему-то. Уже второй раз. Что это за Тарас приказывает ему Тарасу проявляется. Да, проявляется в секторе магии. Тарасу вижу такие залысины. Так это вот слышу. У нас знакомый вообще. Так это Тарас Слободянюк. А че это он в секторе магии. приказываем отвечать, что он делает в пространстве Артема. А у него в руках такие вот шарики черные и он говорит я подыгрываю Илье. То есть он является частью этого Грегора гипноза. А каким образом? Каким образом он подрыгивает Илье приказываем отвечать? Он говорит не допускаю разоблачения Ильи. А я спрашиваю зачем ему это нужно? А он показывает на его ноги. А его ноги вот так застряли. У его ноги как две капли вот такие. Знаешь как такие вот пристыли вытянутые да черные он говорит что он рисует башню и он какой-то башню рисует что это он решует какой-то башню рисует там еще кто-то есть как будто было так хвать под талию он говорит моя жена симуляция сознания вот это Анна считывается как симуляция сознания эгрегор рабства это они эти программы рабства они в этом эгрегоре находятся ну потому что вот этот эгрегор гипноза он уже предусматривает контроль над другим то есть один начальник другой подчиненный один король как он считывается король вот этот николай второй я слышу у него вот эта мания величия а Аня вот как будто бы капля такая а когда я смотрю оно считывается симуляция сознания что это такое симуляция я слышу тренажер она так тренажер как искусственный интеллект оно считывается тренажер для несовершеннолетних несовершенных душ а где душа Анны и я вижу что она потеряла ее ее душа находится в секторе интерферентов ну ладно они находятся все это их проблемы их выбор да вот их опыт да хотят познавать их проблемы потому что они вот я вижу на тот момент они пользовались ну втихарь от меня естественно они все помощниками они хотели как бы меня стать лучше чем я то есть мотивы объема только какими методами вот в этом вопрос нормально желание стать лучше но не не используя труд совершенно верно так и я спрашиваю Тараса что же он тут делает в пространстве Артема а он тоже говорит вкладываю вот как этот Пауль говорит вкладываю свои мысли такое впечатление я вижу как она она естественно не была на сеансах но она как будто бы вкладывает ему Тарасу она как будто бы мужчину учит это я вот так слышу симуляция и он вот так берет симуляция сознания и передает вот по каким каналам вот эти каналы связались смотри Людмила занималась этими помощниками Тарас Анной занимался и вот поэтому по этим каналам оно все пошло считывается вот этот эгрегор гипноза это один эгрегор глобального зла то есть эти все маленькие эгрегоры там религиозные еще какие-то любое абсолютно даже профессиональные эгрегоры то есть это воронки которые включаются в один общий в это общее сознание дьявола скажем так противника то есть того сознания который противостоит эта матрица зла противостоит живой материи жизни и вот я спрашиваю Артем а видит ли что он что происходит в его сознании я ему передаю что он может высказать все претензии всем этим интерферентом колдунам своей маме этим программам все пусть он выскажет переживет и отпустит потому что это всего лишь иллюзия симуляция я вижу как он вырастает и как будто бы себя вот такие вот черные эти путы считывают снимает и снова он как будто уже вырос и говорит мама я проснулся протирает глаза и отдает своих глаз там какие-то вот руки постоянно через сектор принятия решений отдает в эти руки раздает типа тебе 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 ну не тебе лично а вот так вот кому-то там сейчас я посмотрю кому кому он раздает он говорит я слышу чаша чаша вот сектор магии говорит чаша гнева чего гнева он говорит моего гнева я передаю артему чтобы он вернулся свое детство и посмотрел какой он хороший мальчик был здоровый а вот эти все вот этот ужас он зашторивает как будто бы штора вот так зашторивает это все навязанные иллюзии пусть он отпустит это и уберет вот пусть он вырастает а эти штанишки снимает я передаю что его мама любит и не бросала на самом деле вот мама я вижу как с этой программы как такая таблеточка выходит Людмила и подхватывает на руки его ну маленького мальчика подхватывает и вот так как радуется ему я передаю ему любовь заботу и показываю насколько прекрасен мир и ужасен этот антимир эта матрица и чужеродная и она вообще не страшная и он берет вот так как шторы с окна просто так снимает и видит оно все снимается он постоянно к Людмиле обращается говорит мама смотри я это сделал я и вот этот шарик так как лопнул и он выходит с этого шара и я вижу как эту кровать он достает с этой кровати на которую уложил уложил его этот пауль и вижу что какой-то блок находится сейчас я тебе скажу очень странно гипноз кажется в голове имеет отношение но я вижу что это позвоночник там где крестец считывается что там центр глубинного понимания бытия центр осознанности я вижу что именно оттуда образный хвост у ведьм растет да я передаю артему чтобы он проверил свое эфирное тело и он вдруг обнаруживает вот эту руку которая держит эту сигарету а я сейчас прошу этого пауля что-то он там вкладывает ему он таблеточки вкладывает вот эти наркотики вот и гипнотизирует вот я теперь вижу как ситуация какая-то как в доме как будто вот артем ходит оборачивается говорит и там люди есть такая длинная длинная игла из сектора магии олег отец этой иглы сейчас или алик 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 да александр по-моему из друзей его которые сейчас я спрошу кто он говорил что он подсадил на иглу нет это какой-то она а который алик александр 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 говорит что подсадил его на иглу вот его показывает руку вот эта рука подсадил говорит на иглу вот это печень заразил его этим гепатитом я спрашиваю и он заразил его собой он как будто бы часть его сознания проникла внутрь артема и я это вот вижу вот этот чулок так называемый батут с этими искусственными фантазиями шарами я передаю артему и спрашиваю хочет ли он отменить этот принимать эти энергии но это не первый раз он первый раз он нюхал что-то я передаю чтобы он отменил это решение и он берет какой-то как кастрюлю и вот так выливает на этих людей и они как будто вот кипяток такой как ошпарили и он вынимает эту иглу я передаю ему что он сейчас его сознание может отменить это решение его ну просто вижу как вену вот как знаешь руку затянули чтобы он отказался и он это сделал и пух рука его вышла из сектора интерферента вот и он смотрит его рука такая как будто бы отсохла чуть-чуть я передаю чтобы он свою энергию и он отжимает вот этот зажим и этот зажим и это отсохшая рука красная уходит к этому алику сектор магии к этим людям они три и они такие знаешь как зомби и ушли уходят я передаю чтобы сейчас Артём идентифицировал эти энергии и вернув всё своё а вот это всё чужеродное вот эти разноцветные все энергии которые я вижу как шарики разноцветные это всё чужеродные программки да программки это оно считывается извините за выражение ну как бы это сказать помягче помягче да оно звучит не знаю но запомни эту минуту вырежешь и мне подскажешь как это сказать по-другому потому что оно звучит как я спрашиваю почему и он вдруг в секторе магии вижу как какая-то программа которая как так расхватил за попу знаешь как будто кто-то хочет изнасиловать попу и он схватил и я смотрю а там такие какие-то клеточки 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 я спрашиваю что это кто находится в секторе магии приказы проявиться кто находится в секторе магии согласно физической днк слышу голос Артёма он говорит они хотят мой зад я спрашиваю кто хочет говорят он говорит попу попу приказываю кто там посягает на задницу Артёма приказ я спрашиваю а теперь понятно почему попы называются это же попы они попы вот они вот я вижу он говорит они подглядывают они подглядывают они хотят мою попу и он закрывает у него блок у него такой ужас я передаю Артёму что эти все попы попы они находятся в секторе магии он пусть им прикажет убираться с его личного пространства и я вижу как он топчет ногами эти квадратики такие а что это за квадратики как туалет его туалеты я вижу там снизу можно посмотреть сверху и такой глаз там где-то как будто бы щель такая и такой глаз я слышу попский эгрегор я вижу что попы не зря называются попами потому что это просто оно что таки пишется поп попа католическая школа да я передаю я вижу как Артем стоит а мама его как будто держит за руку и он говорит мама я не пойду в эту школу а Людмила говорит хорошо сынок не иди и тут появляется какой-то человек в секторе магии как будто бы с таким черным education образование как это черная такая штучка ну вот это как заканчивает университет обратно с таким с пимпочкой с такой с хвостиком с хвостиком это буквально как хвостик осла и вот этот хвостик который у него тоже это центр его внутреннего сознания внутреннего знания я слышу стержень восприятия мира я передаю Артему что он может просто отменить его решение ходить в ту школу подчиняться воле отца воле матери потому что пусть он посмотрит на себя он большой уже взрослый и он не обязан слушаться никого пусть он проявит сейчас в своем сознании свою волю и просто растворит те события в непотее я вижу как будто кто-то его вот так пух как будто кинул на какую-то стену полицейские как бросают на стенку толкнул ну знаешь как они говорят руки там ну как если на машину на машину вот это самые руки я вижу я слышу полицейский надзор и в секторе магии снова находится мама и я сейчас с Людой поговорю я ее спрашиваю видит ли она что она находится где она находится по отношению к своему сыну что и вот наручники я вижу что она предала своего сына а на самом деле она это сделала потому что сама не знала как справиться с этой ситуацией я ей передаю чтобы она сейчас ее чистым сознанием зашла в тот момент и отменила и этот education то есть это и это вызывание этой полиции и отменит эту ситуацию когда она оставляла ребенка и когда она подчинялась воле ее мужа и проявляла инфантильность пусть она вернет из этих всех событий ее волю и освободит от ее программ ее божественную часть ее божественную я так и слышу божественного сына и пусть отпустит его и она вот так говорит нет 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 вот выросла так и к этим полицейским говорит нет 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 я не разрешаю брать моего сына и берет вот эти наручники вот так выбрасывает сектор интерферентов я передаю Людмиле передаю Артему чтобы они отсоединились от этих всех эгрегоров и вижу маленького ребенка который находится внутри внутриутробно у матери и сосет пальчик большой сейчас я с ним поговорю я спросила что-то у него пальчик такой вот этот черный подключка к этому пальчику а он говорит моя мама такая фантазерка я спрашиваю почему она такая фантазерка он сейчас ничего не ответил но вы так показал такие как знаешь показывает в мультиках как кто-то ударился и такие звездочки и звездочки погружились такие птички а вот это зацепка птички вот ключевое момент я спрашиваю что это за птички там кружатся а он говорит да фантазии моей мамы а а я передаю и говорю что он это говорю что он отстал от времени от жизни потому что его мама все фантазии уже выбросила расторгла все контракты а он до сих пор живет в этих иллюзиях я передаю информацию показываю его маму и его в настоящем и он так раз и смотрит на этот палец так давай посмотрим кто там в интерферентах да приказываю всем интерферентам в пространстве Артему провести гласных эфирной линка встать по старшинству появляется такая энергия считывается столбы внимания тянется в сектор интерферентов как будто бы глыба такая вот таким идет валуном потом вот так соединяется с сектором магии в секторе магии бегает там отверстие такое это как наковальня и там такое отверстие а там по кругу бегает вот этот колдун в этом плаще вот так вот так по кругу против часовой стрелки и плащ его так кружится кружится какой-то какая-то программа я вижу что по этим временным канала пробрался вот этот Илья и он вкладывает какие-то шарики я спрашиваю Илью что это за такие сияющие шарики он вкладывает в то время когда Артем был внутриутробно а он рассказывает что потерянные за все путешествие души потерянные говорит потерянное внимание за все путешествие души предыдущее воплощение там я вижу как четыре этажа такие то есть вот это занятие этой эзотерикой этой магией этим называнием духов он берет и эти потерянные же частицы то есть эти события негативные которые как блоки остались для считывания открытыми я передаю Артему вот он ребеночек чтобы он развернулся открыл глазки и посмотрел он смотрит а этот пальчик вот его а здесь как булька такая и снова вот этот образ идет этого шарика такого я ему говорю чтобы он просканировал все его пространство потому что он божественная душа и в него в нем есть эта конструкция которая дана от первоисточника он обязан знать истину а каждый обязан сказать правду кто это появляется жуткий спрут я ему говорю чтобы он не боялся потому что это припоминаю как он эти шторки сбросил как они уничтожились что это всего лишь иллюзии симуляция это всего лишь тюма безмозглая неживая тюма которая подчиняется воле божественной души и он говорит это мама он говорит мама это не мое он постоянно отчитывается перед мамой я передаю чтобы он отдал это и он отдает сектор магии как монетку снова эта монетка появилась вот только маленькая черненькая я спрашиваю кому он в эту в этот портал отдал эту монетку он говорит моей маме и снова говорит иллюзии я передаю Артему чтобы он очистил его эфирное ДНК потому что его мама это совершенно другая личность его папа совершенно другая личность эти все программы это все другое пусть он обнаружит себя во всем этом бытие своем и выберет все что принадлежит ему пусть он просканирует и он берет я вижу как такие шары их протирает я передаю чтобы Артем вернул все его сознание чистое и в этот момент вот эта булька которая как бы выдавилась вот она возвращается его а этот трафарет искусственный уходит и снова я слышу пауль и вот эти все пауль алекс тарас или я вот эти анна вот эти и много много других людей я передаю Артему у него много работы но у него очень много сил я говорю что его сознание безгранично мощное он может сейчас в один момент разобрать все это и вернуть каждую частицу самую маленькую его божественного духа его божественной души его сознание его волю со всех этих мест где он потерял просканировать и все чужеродное отдать всем тем кто вторгся в его пространство тут проявляется Людмила с привязкой к своему сыну я спрашиваю у Людмилы а где ее сын она вот так показывает на левый бок и говорит на месте он в нее как ребенок знаешь как дети до 14 лет в пространстве я ей передаю чтобы она помогла ее божественной душе ей божественной душе ее сына обрести свободу истинную свободу и он вдруг вот так как вырвал рвота черная энергия я слышу вот это пауль к этому и это рука которую он зажимал вот так как швякнет этого пауля по морде лица и поднимается как ангел вверх и я вижу как от него отвязываются вот эти кармические привязки которые перебросили все эти люди илья тарас потому что он не зависел от себя и поэтому он как бы у него не было воли чтобы отвергнуть чужие энергии я передаю почему-то я слышу тарас артему чтобы он эти энергии тараса отвергал отправлял портал на утилизацию и забрал у Анны у Тараса и всех этих людей наркоманов этих педофилов этих всех все его энергии потому что он сейчас ничего это все не страшно это всего лишь иллюзии и страхи пусть он соберет эти все страхи вот так в комок и выбросить может сжечь уничтожить все что хочет он может все делать это все энергии чужой он вот так он зависим от матери от ее мнения и он говорит мама ты меня видишь и что-то еще сказал но я уже забыла пропустила еще а он говорит мама ты мной довольна я говорю что самое важное чтобы он был доволен собой и пусть он сейчас я передаю Артему выбрал то что он хочет его божественное будущее он так открывает это как шторы вот такие сектор будущего я передаю что его все желания первое творец наша наш сессит божественный слышит и исполняет если оно соответствует воле жизни радости гармонии я вижу как он поднимается таки светлое пространство и вот это он поднимался поднимался и вдруг это рука которая вот держала так как привязка такая и и и так дрожит то есть натяжение пошло чья это рука кто хозяин этой руки приказан править согласно Фернанденко так в секторе магии то есть это тянется вот так с этой стороны как рука вытянутая очень сильно в сектор интерферента а потом в сектор магии а в секторе магии находятся вот такие черные очки вот так лежат висят не лежат а висят такие как две капли одна они объемные знаешь вот так вот сейчас я посмотрю что это за две капли такие так это такие какие-то я слышу двозначность двузначность это как магия энергия магии я слышу насильственный гипноз это энергии они это как-то обособленно источник внизу они ну как энергии знаешь вот капля жидкости как говорят капля тегтя испортит там пучку меда и она вот так как-то вести нет не слышу непроработанные блоки гипноз я передаю Артему чтобы он исправил свой внутренний критик отказался принимать чужую волю и там самолеты самолеты что-то там случилось с этими самолетами я вижу он находится в таком как рабочая одежда как будто бы такая рабочая одежда знаешь как это ну уже редко да да вижу он сидит он сидит ну вот так как будто бы на землю вот так сидит с кем-то разговаривает я спрашиваю Артема что он там делает а он говорит что он нюхает траву я ему все показываю эту историю на вероятно это первый раз что ли было да это все к чему это привело вот он отказался я вижу вот этот отказался от ремонтирования этой внутренности самолета ради этой вот сидеть и курить эту траву я передаю ему информацию что его рациональная часть вообще-то он у нас заказывал сеанс и воля и воля его подсознание он дал нам разрешение поработать помочь ему хочет отказаться хочет обрести эту профессию хочет жить полноценной жизнью что он а он вот так что он выберет и вот я вижу эти две капли он как будто бы их перебрасывается и на руку то есть взвешивает это как продажа вот этой инициации я передаю так что же он все-таки выбирает а он как закричит и говорит я хочу быть пилотом и я вижу как он садится за штурвал и летит и вот это так поворачивает я говорю чтобы он залетел высоко высоко пусть он сейчас станет пилотом высшего класса и вот он перевозит пассажиров и как это интересно пассажиры вот смотрят в окна а он такой классный пилот пусть он эту это свое желание и всю энергию из этой цели вас вернет с того момента где он потерял это и изменит я вижу как он вынимает из изо рта как будто бы такой окурок маленький сломанный как недокурок он это вынимает и сказал кому-то пошел вон так а это кто-то сейчас слышу подельник а тут кто поделил вот этот окурок сам курил и дал покурить какой-то какой-то мальчишка я передаю Артему что это его личное пространство и там никто не должен находиться пусть он приказывает этому подельнику убираться с его личного пространства я вижу как он нагнулся в сектор интерферентов и достает свою вот эту каплю считывается как-то обезжизненная энергия обезжизненная это то что я видела в начале что она превратилась как в искусственной обезжизненная я ему говорю и он берет а выглядит так знаешь как берут мертвое тело а оно бездыханное так висит а я спрашиваю кто это а он себя как будто бы бьет буквально я слышу бьет по мордам знаешь как чтобы человек очнулся очнулся я передаю чтобы он нашел ту божественную часть которая там находится в этом обезжизненном теле пусть найдет те живые частицы куда это они ушли и он вот так показывает там где-то внизу давай Виктор посмотрим тот момент когда он потерял эти его частичные души есть ли контракт с этими интерферентами где главная зацепка его а даже его души я вижу что контракта вот так вот нет почему потому что контракт с антимиром расторгнут это первый шаг проработка этих блокировок блоков это знаешь как ну это как например кто-то зашел вредители в комнату в дом и набросал мусора и мы взяли этого вредителя и выгнали и за это самое а мусор еще остался то есть контракты расторгнуты но мусор остался вот поэтому я и вижу таким как обрывками знаешь я передаю артему что его божественная душа мощная пусть он вспомнит какой он был когда он впервые сотворил сотворен и когда он вспоминает то он как будто бы заключен сферу 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 я говорю чтобы он постучал по этим сферам и проверил что это такое а ну считывается чужое сознание чужое сознание чужое сознание я говорю что и чужое сознание это всего лишь иллюзии пусть он достанет его божественную часть его божественную душу живую его генетический код его божественной души и он как закричит мама я нашел и вот сердечной чакре такой свет засиял и он бежит и вот так в руках и как огонь несет я спрашиваю куда он несет он говорит что он спешит распознать свое и чужое и он прибежал какое-то пространство и как будто рассматривает я передаю чтобы он сканировал и определил все его живые частицы которые совпадают генетически с его божественным кодом души рожденным первотворцом и вдруг эти энергии которые вот были между мной и артемом такие злые и говорят она распознала я приказываю им убираться я вижу что утром после процепания я поработала в эфирном плане и проработала тот сон который снился то есть почистилась подготовилась потому что они чувствовали близкую их близкий уход и активировали я приказываю им убираться с моего пространства с пространство айтема с пространство людмилы с пространство твоего из пространства всех божественных душ и тараса и анны потому что они у нас заказывали сеансы очищались у них был посыл освободиться и от божественных душ частиц душ и ильи и моны и всех их этих соратников заблудших овец пусть все убираются с нашего живого пространства и знаешь что они делают вот эти энергии они вот так идут как за зато как монстр как он идет вот в зад и это борода в виде змеи вдруг отрывается и я передаю артему что помнит ли он что он расторгал контракт лично со всеми этими эгрегорами пусть он продолжит эту внутреннюю работу освободить себя я слышу такой вздох это артем выходит с этого пространства его божественный дух помнишь и вдохнул дыхание жизни и стал человек живую душою то есть вот это что я увидела вот это все пространство это бытие да то есть она ожило я спрашиваю артема а где это штучка финтифлюшка которая там мелькала в его пространстве пусть начистить все его сознание от присутствия этих мелькающих и почувствовалась энергия радости я передаю чтобы он избавил все его пространство от агрессии от низковибрационных энергий пусть поднимается по эволюционной лестнице туши в энергии счастья гармонии процветания потихоньку по чуть-чуть не сразу пусть постепенно привыкает к новым ощущениям радости достатка гармонии здоровья чистоты постепенно и но сейчас пусть он зайдет в тот момент когда он полностью освободился вздохнет на полную грудь и пусть он выдохнет все чужеродное все энергии все притязания и отдаст карму за насилие в его люблю пространстве я вижу как вот это изнутри вот так вот там идет так это вываливается и вот эта штуковина как 2 как раздвоение личности эта программа уходит я передаю и вот эта наковальня стучит то есть карма возвращается насильником и я передаю артем и его пространство вот он выше энергосфера правильной формы я передаю артему чтобы он освобождала сжег все эти энергии которые вокруг него чужеродные находится пусть он это все сгребает он вот так как будто бы сгребает как мусор и выбрасывает в портал я передаю чтобы он закрывал все порталы все отрывал все утечки энергии возвращал всю его волю всю его гармонию всю его красоту дружелюбность счастье он поднимается вот как я вижу знаешь как шарик легка так легко знаешь пространстве и такая информация идет по отношению к маме я это я ты это ты по чертям почистил генетическое его пространство от всех зарядов от всех блоков наполнится жизни любви гармонии активизирует он говорит мама я ухожу от тебя я спрашиваю как она и и он говорит что он не может уже здесь находиться и я передаю людмиле чтобы она отпустила артема и потому что он самостоятельная живая божественная душа пусть она наполнит все ее пространство почистить наполнит любовью гармонии передаст эту любовь и ее детям родить его заново чистым божественных чистых пространствах пусть она полностью чистыми ему родить все чужеродные энергии программы генетику пусть вот я вижу как он выходит все пространство и между ними такая черная привязка это черная привязка считывается как противоречащая противоречие кода к нам со свету никто не должен быть привязан никому я передаю чтобы людмила постепенно постепенно выходила из этих зависимых взаимоотношений освободила своего сына и освободилась от привязки к нему и убрала с ее пространство все эти программы контроля и все те воздействия негативные которые она я передаю все и аспекты вот я вижу тут разговор который мы говорили на предварительном интервью все ее желания освободить ее сына и пусть отдает карму за всю ложь за встраивание матерей и детей в эти программы в антимир истинному виновнику этих перекосов я вижу она вот так стоит от нее пальцы как будто бы были сплетены как в косичку и она их расплетает я передаю людмиле что ее божественная воля это вернуть творчество я слышу в бытие то есть ее живое пространство вернуть творчество она говорит вот она находится в секторе магии по отношению к нему и вот эта косичка переплетено в его пространство и она вот так это расплетает и говорит я твоя мать ты мой сын я твоя мать я освобождаю тебя я освобождаю себя мы оба равные и они раз как две вышли друг из друга и поднимаются как два ангела вверх и это вещи и она и звучит союз союз на веки живой союз до живой союз живых душ это когда все свободны я это вижу я передаю людмиле передаю чтобы она очистила все ее божественное пространство от иллюзии от всех игр и горов и освободила ее ребенка ее сына они примере и лись вот и я вижу как это нить я слышу нить сознания это черная магическая то есть когда один управляет другим исчезает да вот я слышу ее голос вот она так и говорит она благодарит говорит благодарю тебя виктория поворачивается к тебе ты вот там сидишь вот вижу тебя как в реальности как будто бы в экране сидишь она поворот повернулась к тебе и говорит благодарю тебя мой божественный друг спасибо так интересно в эфирном пространстве все происходит и какой-то у нее появляется барашек такая голова как лоб барана да вот это биться в одну точку я спрашиваю что это такое у нее она по отношению к ней находится в секторе магии а я быстренько ее спросила можем ли мы так быстро быстро как прокрученная кинулась можем ли вы поработать с ней сразу же что мы можем потому что она дала разрешение все 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 это быстро произошло я спрошу что это за за баран у нее в секторе магии она говорит приключения и показывает это как знаешь это скелет барана с рогами скелет морда такая да да что это за программа виктория энергии свойство она считывается упёртость биться лбом закрытую дверь подчинение программа так вот она что у нас знаю что этих масс он а я даже видела когда заходила в один дом у них такая это морда висела и у свидетелей и кого в их журнальчике скрытые картинки тоже а это считывается биться луком невзирая то есть не обращать мания на посылы души идти за чужим за чужим сознанием то есть как бы биться закрытую дверь то есть вот сознание выбрала какой-то путь и вот она бьется в одной тоже не хватает лавировать нужно я слышу лавировать не хватает лавировать то есть сознание божественное отличается от этого тем что она выбирает свой путь в зависимости той ситуации которая сложилась на данный момент то есть здесь как бы присутствует этот момент здесь и сейчас здесь и сейчас вот эта ситуация вот такая исхожу из этой ситуации прислушиваясь к подсознанию с моему внутреннему знанию и выбираю это а вот этот символ символизирует нас новая слышу биться в одну точку выбирать чужой и сознание когда этот имплант появился программа это появилась у меня в пространстве что это было событие когда она приняло я вижу ее руку вижу там какая горошинка и какая-то черная я хотела сказать рука а это на черная птица считывается подчинение чужой чужому сознанию считывается неадекватность это ситуации считывается неадекватность но правильно потому что адекватно это слушаться своего сознания кто там был секторе магии приказывает править согласно физике такие веревочки черные каждый живые и так двигаются и там какая-то такая энергия как как будто бы спрутик такой но не спрут а как паутина считывается паутина сознания люцифера секторе магии и что-то такое как будто бы задуть так что это кто на физике кто хозяин этой паутины приказы проявиться в человек но человек никакой не проявляется она по порталу потянулась вниз слышу дух отвержения что это за дух отвержения я вижу что это эгрегор вижу там в этом эгрегоре мать которая кормит ребенка и вот так у матери вот такие как рога с пальцы сложен считывается инъекции я блуда этому маленько это людмилочка малюсенько это торгует ее мать которая кормит ее она подключена к этому эгрегору ну что вот а это ее да я смотрю на эту девочку людмила а это ее мать эти энергии эта ситуация это пространство ее душе находится вот подключено к интерферентам каким образом людмила получила эту инъекцию буду что произошло с ней она говорит я должна угождать маме почему мы так думает что я вижу что она как будто бы берет и камешки но она маленькая как она это делает знаю что это сейчас посмотрю как будто бы камни перекладывает с места на место и она вот так вот пальчики тоже сложила и говорит что я не должна плакать такое впечатление что она плакала а мама шлюпнула по попе и я спрашиваю почему она не должна плакать она говорит потому что меня мама не накормит угроза жизни а почему людмила плакала или хотела плакать она плакала а мама не давала ей кушать но она была голодная и я слышу вот инфантильность я передаю этой малой маленькой люточки что ее что она выросла и что она проявляет свою волю от расторговал все контракты пусть она посмотрит какие аспекты она описала она отвечает взяла контроли над своей жизнью и заботится даже о своем сыне пусть она эту инфантильность просто убирает я посмотрю спрашиваю а какие энергии она потеряла ради чего ради водка накормиться она потеряла какую-то энергию часть сознания считывается созерцание истины вот как у артема этот это сила этого демонического глаза который подглядывал он же берет силу с такого же вот этого с этого материнского подсознания я всю эту ситуацию показываю этому ребеночку и она просто ужаснулась я говорю что не нужно ужасаться пусть она и она как маленькая феечка вдруг встает и вот так как-то рукой провела и выходит я передаю ей чтобы она вернула все ее энергии я не нужно подчиняться воле к матери вот потому что на самом деле мама они и заботятся это она неправильно поняла эту ситуацию я вижу как да мама все таки и шлепнула по попе что говорим с мамой самое важное это как реагирует сейчас это ее реакция ключевой момент ключ заключается в ее реакции то есть каждый имеет право поступать как он хочет но мы имеем право вернуть все вспять но но это жестоко не давать ребенка кушать так может она одну секунду там не давала это сознание ребенка то может целая вечность быть потому что вот этот сыграл инстинкт выживания то есть ребенок же орет он же боится да я передаю людмиле чтобы она отдавала карму этим эгрегором забирала ее энергию созерцания понимания рост она расставила все ее энергии проверила и очистил от чужеродного влияния и она так зарадовалась просто вот как знаешь радуется как ребенок но большая уже я передаю чтобы она идентифицировала своей энергии и от чужеродного всего от соединялась и приказывала всему чужеродному уходить пусть она уничтожит все эти эгрегоры интерферентом забирать все их не воздействие их не энергии и программы и забирают все то что принадлежит ей созерцание истины из всех мест заберет и частички души они пытались знаешь как бы усилить влияние она обернулась книги так но 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 и я вижу как она выходит я вижу как она закрывает и отваливается вот этот эгрегор с этим черепом это череп разваливается я передаю людмиле она выходит со ребенком один ребенок на руке это артём еще какой-то ребенок у нее есть она за руку его берет держит секторе интерферент сейчас я посмотрим что это за ребенок она говорит дочь оля кажется в таком как шаре в черном я передаю людмиле что она передала своей дочери это же такая под ключ к черной пусть она уберет эту подключу чужеродного сознания между ее детьми между олей родит олечку свободной пусть она зайдет в тот момент зачатия и зачнет свою дочь свободной и передаст генетику свою чистую сегодняшнюю чистую будущую и пусть устранит все чужеродные и они как хлопья вот так эти чужеродная программа энергии отваливаются пусть она очистит и все в сознание ее и ее доченьки и освободит и сейчас она идет и у нее на двух руках дети и они вдруг начинают расти выросли подросли и потом раз шарики превратились и полетели хорошо отлично я и она вот так раз и уходит поблагодарила и уходит хорошо прощайся с людмилой меня прощаюсь и все равно я себя вижу что я вот такая стою с этой с этим блокнотиком вот мне интересно что это посмотри виктория что за блокнотик это дело рассчитывается что это чужая воля я спрашиваю это аспекты когда я посмотрела на один вот это такая толстая книжечкой так вот так эти листочки на я на этот один посмотрела и он залетает и вижу аспекты людмила фамилия все что ты хочешь сделать а это я распоряжаюсь в эфирном пространстве это ее воля то есть я помогаю как бы работать в эфирном пространстве это как доказательство полномочий полномочий я посмотрела на тебя а у тебя такие же только у тебя такой как лист перед такой лежит на столе и ты показываешь что у тебя тоже говорит лишь полномочия вот этими словами сказал что там ты здесь хорошо так интересно я вижу что мы все связаны мы выглядим знаешь как есть такой танец что люди берутся все вот так за плечи друг другу и это считывается подумал почему-то за плечи а это вот как бы одно кольцо считывается как рот и любовь что это вот как сердечные чакры а они в плечевых вот здесь находятся то есть их три а рука а это как протянуто к другому другой душе считывается взаимопомощь считывается радуга жизни вот это кольцо гармония ухты и классно как я видела она как радуга такая то есть когда я вижу этот сиянь это сияние она сияет вот это мы все стоим считывается кола дружбы это как проявление высшей любви но братской это показаешь как что как дети которые сплотились а отец или мать и где-то в отъезде а на них кто-то нападает и они все сплотились для того чтобы подождать когда придет родитель кола дружба но кола это круг с украинского языка кола обозначает круг этот танец все ртаки когда это в отличие друг друга держит да так именно так танцуют все в то есть настроены на одну волну считывается на божественный лад устроен по украинский лад это можно сказать как система как устройство божественное устройство бытия да очень красиво хорошо виктория где артем артем с нами хорошо посмотри как он выглядит артем ну я вижу что у них его есть еще считывается эфирные импланты на глазах я передаю артему чтобы он это все поснимал ну потому что да я передаю чтобы он обратил свой духовный взгляд на свой я слышу перворот рот а кто такой рот интересно этот вот кола рот а я слышу что этого кола родственных душ это духовный рот то есть это рот по духу они по телу не по крови не попасть не по этим программам я вижу что вот так именно благодаря взаимопомощи что все держатся друг за друга и они вот так плавно поднимаются вверх и не дают кому-то упасть на классно я передаю артему чтобы он крепко держался за свет первого творца за свою жизнь за божественную душу сколько нас много и мы все его любим до быть стойким гармоничным проявлять любовь силу воли гармонии вот он такой сильный я ему передаю что он содружестве божественных душ что он нужен всем нам что мы любим его и все налаживается все получается постоянно происходит все лучше и лучше строим мир жизни любви и гармонии здесь и сейчас да мы все друг друга благодарим выходим сеансы кончим все ваши виктория прощаемся с артемом с людмилой отсоединяйся виктория от всех и всего очищая пространство поднимайся максимально вверх проверь еще раз твое личное пространство все чисто хорошо наполняем синергию любви жизни и гармонии я посчитаю 1 до 3 ты видишь физическую реальность действий вы разговариваешь себя чувствовать великолепно один-два-три возвращайся